Весна, период цветения, обновления. Именно в это время тюркские народы отмечают Навруз. Иногда его называют мусульманским Новым годом, который приходит 21 марта, в день весеннего равноденствия. В городском округе Пушкинский праздник провели раньше. На нем собрались не только жители, но и гости со всей Московской области и Москвы. Вы знаете, это мероприятие на самом деле проходит в непростых условиях для нашей Родины. Есть, вы знаете, и внешние силы, и внутренние, которые хотят расшатать, разбить, уничтожить нашу Родину. Но ничего у них не получится. Не будет у них этого. Наша Родина была и есть, и будет великой страной и державой. Символ праздника – семени. Проросшая пшеница, перевязанная красной ленточкой. Всем почетным гостям праздника организаторы дарили именно этот символ прямо на сцене. Навруз – это праздник обновления мира. Готовятся к нему основательно. Готовят специальные блюда. В нашем округе эта почетная миссия легла на татарских бабушек. Они взяли на себя всю развлекательную программу в фойе второго этажа. Играли с детьми, встречали творческие коллективы, угощали и развлекали всех своими шутками. Настоящие хозяюшки праздника. Восточный Новый год. И раки все, и взрослые, и дети. Накойте стол, чтобы вы богатым. И всей семьей за ним соберитесь. Домашние сладости на любой вкус. Их делали представители азербайджанский и татарский диаспор. А еще представители таджикского народа приготовили огромный казан плова и угощали всех гостей. Было сладко, сытно, красочно и весело. Этот праздник отмечают очень многие народы. Начиная с Ирана. В основном средняя полоса в земном шаре. Потому что люди в основном в древние времена жили в этой части земли побольше, чем в северных или южных широтах были меньше заселены. Соответственно, накрывается стол, люди ходят друг к другу в гости. Навруз-Байрам – праздник надежды и искренней веры в то, что вместе с природой обновляется и сам человек. В то, что главный дар весны для каждого – шанс начать все с чистого листа. И сделать это в мире и согласии со всеми народами, независимо от конфессий. Анастасия Спирин, Антон Орловский, Яков Глейзер. Новости Большого округа. Новости Большого округа.